Итак, очень важная новость. Издание ТБЛ сообщило о том, что правительство России готовит проект об отказе российской экономики от использования американского доллара. Сообщается, что в течение одной или двух недель этот проект утвердит премьер-министр Дмитрий Медведев. Инициатива в первую очередь должна создать возможность для расчетов национальной валюте облегчить валютный контроль и либерализацию валютного законодательства. Проект предполагает перевести расчеты России с Китаем и Европейским Союзом в юани и евро соответственно, а в случае со странами Евразийского экономического союза в рубли. 14 сентября президент ВТБ Андрей Костин призвал отказаться от использования доллара, предложил рассчитываться в другой валюте. Также сказал Костин, необходимо перевести юридические адреса крупнейших компаний под российский контроль. 2 октября Костин рассказал, что Владимир Путин поддержал его предложение по реодолеризации российской экономики. При этом все они туже говорят, что речь идет не о полном отказе от доллара. По словам Костина, он предполагает постепенно переходить на расчеты национальных валют, то есть рублях. Ну что ж, господа, можно поздравить Россию. Вот таким образом они реагируют на американские санкции. Валютные вкладчики постепенно собираются отказываться от хождения доллара внутри страны. Что это обозначает для валютных вкладчиков? Как сказал господин Костин, если валютные вкладчики захотят получить назад свои деньги, конечно же, они получат. Вопрос лишь заключается в том, в каком виде, то есть в какой валюте, другими словами, вы положили доллары, а получите деревянные рубли. И вот как хотите, это так и понимаете, а если вам нужна будет наличная валюта, а господа, наличная валюта доллары, то есть именно это я называю деньгами, а не рубли, естественно. Иногда очень необходимо, особенно если люди выезжают за границу, да и мало ли в каких случаях. Так вот, этого вам уже предоставляться не будет. Это обозначает в первую очередь, что в России снова, как и в Советском Союзе, образуется мощный черный рынок наличной валюты доллара. И там вы будете покупать доллар уже не по 60 или 70 рублей за 1 доллар, а этак за 150-200. По последним сообщениям, спрос на наличную валюту в России вырос сразу на 30%. Да здравствуют спекулянты, для них начались прекрасные времена. То, что рубль еще значительно упадет, не вызывает никакого сомнения. Но вот то, что с долларом начнутся проблемы, это тоже счастье россиянам не прибавит. Да и вообще, господа, все становится еще сложнее. Например, если кто-то хочет уехать за границу учиться или жить, ну вот представьте себе, какая начнется головная боль. Если из страны вам придется уезжать с деревянными, которые за пределами России никому нафиг не нужны. А вы продали квартиру, например, и куда же вы будете с этими деньгами, пойдете на черный рынок и будете менять по колоссальному курсу. Это именно то, что я вам говорил. Если сейчас еще ваша московская квартира стоит каких-то денег, буквально через месяц стоимость ее может упасть в 3-4 раза. Если начать переводить на доллары, которых найти в стране, будет все сложнее и сложнее. Как известно, план Костина разделен на 4 части. И все 4 части, шаг за шагом, они воплотят в жизнь. Как правильно написал один человек, мы рождены, чтоб кавку сделать пылью. Что ж, кавтки это даже не снилось. Гайки закручиваются, Россия изолируется. И вот мы дожили до времени, когда и доллар выходит из обихода. И это при наличии такого слабого рубля. Интересно, о чем они там думают. Субтитры сделал DimaTorzok